Ребята, снял боковинку декоративную, чтобы подобраться к инжектору и посмотреть, как тут все сделано. Смотрите, дроссель фирмы Yesson. Я посмотрел, лямбда зонт тоже фирмы Yesson. Предполагаю, что и вся система получается инжекторная данного бренда. Все у нас находится на дроссельной заслонке. Подача топлива на быстросъемных зажимах. Вот там, если видно, стоит топливный насос. Вот здесь лежит. Все аккуратненько сделано. Сейчас покажу. Я вот не знаю, скорее всего. Вот это вот здесь находится фильтр, наверное, топливный. Абсорбер тут, наверное, нету таких тонкостей. Не знаю. Сейчас пойду. Вот здесь. Это, наверное, топливный фильтр. Но очень похож. Не знаю, видно, наверное. Сюда, хотя вот грязь будет забрасывать. У меня есть такое крыло, типа отсекатель. Думаю вот сюда поставить его, чтобы грязь туда не залетала. Вот лямбда. Я посмотрел там внимательнее. Там видны были. Там видны были портнамбер и модель данного лямбда-зонда. Датчик температуры тут стоит. Довольно все технологично, как оно и должно быть. Без каких-то тут, я вижу, проблем. Все уложено. Все аккуратненько. Так что, может, когда-нибудь побольше разберу. Посмотрю. Где блок управления стоит. Нужно будет посмотреть. Пока не знаю. Вот провода. Проводка. Не видно. Фильтр я не знаю, кто говорит тяжелого. Ну вот открутили, открутили, сняли вниз. Все, фильтрующий элемент можно помыть. Вот он в доступности. Боковую эту снять. Ну а что? Где-то есть какие-то плюсы. Где-то есть какие-то минусы у всех моделей различной техники. Где-то одно проще, где-то другое. Зато брод хорошо преодолевать. Очень высоко забор. Вон воздух где берет. Ставить боковинку. Может сегодня пробную поездку сделаю. Не знаю, очень жарко. Дела, как бы некогда было пока. Я думаю, что блок управления стоит где-то вот здесь, под низом провода. Но это ладно. Потом разберемся. Все, до свидания всем.